В этот день 17 марта родились Выдающийся русский художник Михаил Врубель Борис Полевой, советский прозаик Автор повести о настоящем человеке В этот день в 1611 году Польско-Литовский гарнизон Принял спор на рынке за начало восстания Устроил в Москве резню В итоге только в Китае-городе погибло около 7 тысяч простых горожан В этот день в 1926 году Скончался Алексей Брусилов Выдающийся русский полководец Первой мировой войны 1916 год мог стать переломным В ходе Первой мировой Французские войска с трудом сдерживали Немецкую армию под Верденом А итальянские части вовсе оказались на грани краха Но в этот момент на Австро-Венгерском фронте Российские солдаты пошли в наступление Которое все поменяло Немцы вынуждены были бросить сюда лучшие свои дивизии Операция российской армии вошла в историю Как Брусиловский прорыв По имени ее автора Алексей Брусилов родился в 1853 году в Тифлисе Ныне Бериси В семье военного Он и сам избрал путь офицера-кавалериста Он прошел русско-турецкую войну в 77-78 годах Потом начал преподавать в Петербургской кавалерийской школе Позже в 1902 году Брусилов эту школу возглавил Среди его питомцев был будущий красный маршал Будену Оказался в тех же стенах и будущий глава Финляндии Карл Густав Маннергейм Который оставил о наставнике Брусилове такие слова Он был внимательным, строгим, требовательным к подчиненным руководителям И давал очень хорошие знания Его военные игры и учения на местности по своим разработкам и исполнению Были образцовыми и до нельзя интересными Конечно, никто из них троих и предположить не мог Что десятилетия спустя они окажутся в разных армиях В разных государствах Станут практически врагами И такой раскол ждет всю страну Но пока Россию ждала общая беда и испытания Началась Первая мировая война В 1914 году 8-я армия Брусилова приняла участие в знаменитой Галицийской битве Но за первоначальными успехами последовали и первые неудачи Чего стоит только такой жестокий, полный отчаяния Приказ Брусилова 12-я кавалерийская дивизии Умереть Умирать не сразу, а до вечера В 16-м году Алексея Алексеевича назначили главнокомандующим Юго-Западным фронтом В это время положение на этом фронте устоялось и шла окопная война Но в связи с критической ситуацией у союзников, немецкая армия теснила французов и итальянцев Было принято решение о подготовке наступления Солдаты Брусиловы под покровом ночи приняли ископать окобы к позициям врага План командующего подразумевал прорыв фронта одновременно в нескольких местах, а не в одном, как это делалось раньше И вот 22 мая 1916 года после длительного артобстрела русские войска пошли в наступление Успех грандиозный Глубина прорыва фронта составляла до 120 километров Австро-Венгрия была на грани разгрома А Германии пришлось спешно перебрасывать резервы вместо прорыва Ты не можешь представить, какое количество писем, телеграмм и образков, которые я получаю и сколько людей молятся за нас Как жаждал России победы хоть где-нибудь и как-нибудь Писал Алексей Алексеевич в письме жене Его военный гений воспевали все страны-союзницы, он был в зените славы Но эта победа была лишь отсрочкой, кризис внутри империи вылился в революцию После октябрьского переворота лидер белого движения прислали своих гонцов к Алексею Алексеевичу, желая заручиться его поддержкой Но знаменитый генерал, ссылаясь на состояние здоровья, отказал всем Казалось, что в споре белых с красными он выбрал третий путь, остаться в стороне от братоубийства Но его нейтралитет долго не продлился В 1919 году солдатами генерала Деникина был убийцем Брусилова, который воевал на стороне красных После этого Брусилов отец, дворянин, бывший царский генерал и главнокомандующий Поддержал большевиков, став им ценным советником и помогая в устройстве армии 17 марта 1926 года Алексей Брусилов умер от воспаления легких и был похоронен со всеми почестями на Новодевичьем кладбище в Москве Вскоре после смерти полководца за границей были опубликованы его немуары, подлинность которых до сих пор вызывает бурные споры Из-за того, что в этом произведении критикуется политика большевиков, имя Алексея Брусилова почти на полвека было вымрано из советских учебников истории Правда, и для многих белых мигрантов он остался предателем номер один Все же и этому человеку не удалось избежать выстрелов и проклятий гражданской войны